Продолжаем выпуск по поручению Ельбаса Нурсултана Назарбаева. Партия Нур-Отан продолжает встречаться с населением в регионах. На этой неделе первый зампред партии Бауржан Байбек посетил ряд населенных пунктов Жамбылской области, в том числе аулы Жуалынского и Курдайского районов, где встретился с представителями гражданского общества, интеллигенцией, молодежью и работниками образования. В Жуалынском районе Бауржан Байбек встретился с женщинами-предпринимателями и обсудил вопрос развития микробизнеса на селе. Большинство местных бизнес-вумен – многодетные мамы. Они не только обеспечивают свои семьи, создают новые рабочие места, платят налоги, но и занимаются общественной деятельностью. Одна из активных многодетных мам – Асима Шукеева. Несколько лет назад она открыла крестьянское хозяйство, а теперь на собственные средства построила детский сад. С 2013 года являюсь индивидуальным предпринимателем. Я ощутила на себе поддержку государства, крепко встала на ноги. В нашем детском саду дети из многодетных и малоимущих семей обучаются бесплатно. Именно такие женщины с активной гражданской позицией должны представлять интерес у общества и быть примером другим, отметил первый заместитель председателя партии «Нуратан», пригласив их участвовать в предстоящих внутрипартийных праймерис. К слову, в Жамбулской области в сфере предпринимательства работают больше 125 тысяч человек. Из них половина – женщины. После заместитель председателя партии «Нуратан» внепланово ознакомился с работой солнечной электростанции «Бурная» мощностью 100 мегаватт. До конца года в области введут в строй еще четыре новых источника альтернативной энергии, что позволит увеличить их долю с 17 до 22 процентов. Авторази Баужан Байбек принял участие во внеочередной конференции партии «Нуратан». Председателем Жамбулского областного филиала партии избрали Акима региона Бердебека Сапарбаева. После Баужан Байбек встретился с молодежью, представителем интеллигенции и педагогами. Задача партии «Нуратан» – привести во власть представительные органы талантливых, грамотных, профессиональных, которые думают о будущем страны, которые готовы через партию «Нуратан» решать эти вопросы. Единственная наша сила, и пусть эта наша сила процветает, «Нуратан» – это та партия, мы ее поддерживаем. Это, наверное, единственная партия, которая для народа и с народом. Во второй день рабочей поездки в Жамбулскую область Баужан Байбек встретился с жителями сел Масанчи, Отиген и Кордай, а также депутатами фракций и членами первичных партийных организаций «Нуратан» Кордайского района. Собравшиеся отметили, что недавние события не оставили никого равнодушным. Сейчас ситуация в районе стабильная. Первый заместитель председателя партии «Нуратан» призвал жителей решать проблемы сообща. Мы должны действительно из-за этого извлечь хороший урок. Всем, на самом деле, вся страна переживает, мы знаем. Многие беспокоятся, что будет, как будет. Мы должны укреплять наши органы, мы должны доверять нашей полиции. Понимаете, это очень важно. И полиция должна улучшать качество своего, прозрачность работы, справедливость. Кстати, большая ценность партии – это справедливость, верховенство закона, солидарность. Мы карачаевцы в свое время были насильственно переселены в Казахстан. Здесь мы нашли свою родину. И все тяготы депортации нам помог одолеть сердцебольный, дружелюбный народ казахи. И мы остались здесь навсегда. Сегодня я могу заявить, я люблю свою страну, мою родину – Казахстан. Я горжусь тем, что живу в этой стране, в стране, где сорит мир, дружба и согласие. К слову, в этом году в Кордайском районе планируют реализовать 21 крупный проект на сумму свыше 5 миллиардов тенге. В их числе строительство нескольких школ, 50-квартирного дома для очередников и инженерной инфраструктуры. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Папаев. Итоги дня. Жамбулская область.